Добрый день, друзья! Добрый день! Сегодня хотим сделать небольшой анонс наших дальнейших программ. У нас в понедельник, 6 сентября, мы планируем стрим. И на этом стриме мы будем говорить о кармических родовых программах и вообще о всем том, что касается автоматических сценариев, которые человек проживает в жизни. Откуда у него вообще рождаются инстинкты, откуда у него рождаются однотипные реакции, почему он поступает так или иначе, почему он, казалось бы, ведь логично было поступить иначе, а он влезет в какую-то какаху. То есть вот эти все моменты мы будем рассматривать на стриме в понедельник. Стрим начнется в 18 часов. Стрим открытый, будет идти с нашего канала с YouTube, подключайтесь. И после стрима в 20 часов, в понедельник, 6 сентября, у нас начнется практикум, который называется подъем рода. Без глубины. Ну это без глубины, просто подъем рода. Это подготовительная психотехническая база для тех, кто планирует пойти на курс, либо не планирует пойти на курс, но он чувствует, что у него есть родовые косяки. Например, где-то низкочастотное состояние, где-то завалы, где-то кажется, что какие-то болезни, либо еще что-то идут по роду. Мы поможем вместе загрузиться и поменять частоту. Возможно увидеть дары рода в виде наследственных заболеваний, и приветов, и так далее. То есть в данном случае это практикум. Час будет работы объяснений, как и что, и час глубинного погружения. То есть это 2 часа работы с 20 часов до 22 в понедельник, 6 сентября. И одновременно психотехническая база по подъему рода. И со вторника у нас стартует программа «Карма и род из глубины». Эта программа пройдет по такому же, как сказать, сценарию, шаблону, как шел и курс деньги. Мы будем работать коллективно, брать те проблемы, программы, то ядро, которое беспокоит человека. Ядро вам надо будет сформулировать перед началом курса, написать нам буквально в пяти строчках. И мы будем настраиваться на ядро и раскручивать моменты именно каждого человека. Что через ядро мы раскручиваем? Именно зачем вы попали именно в этот род? Зачем? Какие уроки? Что вы извлекаете? И завершается дальше игра вот по этому сценарию родовому. И точно так же по кармическому. То есть мы будем брать то ядро, которое больше всего беспокоит человека. Почему нельзя в данном случае разделить род и карму? Потому что зачастую заходишь, а род тут ни при чем. Это собственная история человека. А иногда заходишь в собственную историю, а там привет от рода, который говорит, нет, дорогой, мы твою собственную историю перепрописали, и ты сейчас идешь по нашему сценарию. Поэтому мы будем рассматривать проблему человека из рода или из кармы, из глубины. Но именно ту проблему, которая мешает жить, мешает чувствовать счастье, мешает проявляться, реализовываться и быть в гармонии с окружающим миром. И так как проблема рода и кармы актуальна, но я не знаю до какой степени у большинства людей, то есть любой вынос ответственности будет касаться либо рода, либо кармы. Соответственно, любая лень и ложь будет касаться либо рода, либо кармы. То есть это два крыла, на которых человек двигается в жизни в автоматическом режиме. Это два автоматических крыла. Мне кажется даже, что нет ни одного человека, кто бы никогда в своей семье, в своем кругу родственников вообще не слышал фразу «это вот такая-то болезнь у нас по роду», или «это вот такая болезнь была у дяди или у тети». Мне кажется, нет ни одной такой семьи, чтобы этого не было. Вот именно мы будем работать с такими во вторник. Болезни в данном случае принимаются точно так же, как и проблемы, связанные с родом и с кармой. То есть ядро проблемы надо будет описать, и это ядро пойдет в работу. И дальше пойдет весь тот же самый процесс, что был на деньгах. То есть каждый из участников видит, работает, точно так же работает, точно так же осознает, точно так же его психика воспринимает этот сценарий своим собственным, и точно так же, как собственный сценарий она завершает и изымает опыт осознаний. И таким образом именно вот эти вещи в своей жизни он закрывает, потому что по аналогу у него будут аналогичные вещи, и не просто так он окажется на этом курсе. Итак, группа 20 человек. На сегодняшний день уже полгруппы скомплектовано. Если даже больше половины группы, если вы хотите подключиться, подключайтесь. Как только тикнет 20 человек, мы вынуждены будем закрыть набор. Спасибо, друзья, за внимание. Ждем вас. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...